Работа учителя Сынные мальчишки из Нитландии, быть в особом виртуальном мире забавно и весело, за яркими возможностями незаметной опасности. И в этом мире практически нет взрослых, ведь стать своим в интернет-пространстве, говорить на одном языке со смарт-поколением не под силу порой даже опытным педагогам. Но это возможно, быть рядом, быть в курсе, предложить помощь, достроить свой педагогический маршрут, подняться выше, понять и оценить перспективы раньше, чем дети. Я не буду догоняющим. Интересно блогерство? Открываем канал. Пробуйте. Не бойтесь хейтеров. Творите. И пусть ваше слово будет таким же пронзителем, как у Достоевского, мудрым, как у Толстого, звонким, как у Цветаевой. Хотите изменить мир? Осваиваем тет-формат. Мотиваторами и тьютерами новой эпохи будете уже вы, мои ученики. Хотите поспорить? Готовьтесь к дискуссии. Убедите оппонента или поймите, что в себе еще предстоит изменить. Я за открытость новому, а не за отрицание. За полилог, подкаст, прямой эфир. Не ради лайков, а в помощь родителям, для которых педагог в интернете сегодня доступнее книг и лекций. Комментарии, вопросы, ответы. Я создаю свой контент и для них. И созидая, не разрешаю. Я не базар. А значит, и не одиноко. Потому подкасты «Школы с любовью» поддержали коллеги администрации лицея, ставшего базовой школой РАН. Личностный потенциал выпускника раскрывается в полифонии веры культур народов, населяющих Ставрополье. А чтоб наши воспитанники тоже становились на крыло, воспитателям пространстве края уже разворачивают крылья навигаторы детства. Я с ними. Секунда. Ветер меняет направление. Надо реагировать быстро и точно. В онлайне, в череде платформ и приложений, в соцсетях и у меловой доски. Главная технология – сам учитель. Полет становится выше, простор шире, жажда открытий сильнее. Как же я не видела прежде этого высокого неба. И как я счастлива, что узнала его наконец. Вы правы, князь Андрей. Разовьем эту тему 11.TV. Читайте пост, пишите комментарии, вопросы. Продолжим на уроке литературы.